по поводу массового создания страничек для клиентов возможных твоих для чего для твоих возможных клиентов те которые к тебе обращаются за той или иной услугой я тебе предлагаю еще одну услугу какую массовое создание страничек массовая массовая сразу скажу так что эту услугу надо предлагать только стратегически длинному клиенту так чтобы не рождать и не сплодить на в интернете бесполезный шлак цена дорогая этой страничке но гарантировано качество и гарантированно массовой я тебе скинул там примеры страничек я посмотрел что за массовое создание правильно да 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 я вот тебе там как раз скинул на ватсапе я мы использовали для создания страничек на свои сайты в основном это странички видео да с видео мы взяли там юку китайские видео хостинг youtube рутуб яндекс видео видео вконтакте ну как бы да можно в принципе взять любое видео в любом количестве разместить на нужном нам сайте понимаешь немножко нету не понимаю объясню под чего не понимать это многостраничные сайты или это их много нет грубо говоря там вот у тебя есть ниша там какая ниша допустим интернет провайдер да интернет провайдер он крупный клиент у него есть свой сайт для того чтобы занять все пространство в интернете в русскоязычном или в англоязычном в принципе многоязычном можно любого даже любого говорящего до языка говорим сейчас про страну про рф русского говорящего допустим он провайдер у него есть свой сайт мы берем в интернете находим по провайдером те видео которые вообще существуют на всех видео хостинга грубо говоря там на ю тубе на рутубе на яндекс видео все что связано с провайдерами да с интернетом мы берем эти все видео и размещаем на его сайте я понял а скажи мне вот допустим есть такое понятие прокачивание сайтов то есть допустим у человека есть сайт но его можно улучшить но я тебе говорю для того чтобы вот улучшить не улучшить я не знаю я тебе ставлю свой пример вот я на своих сайтах у меня их три разных я тебе их кинул примеры у меня их 3 я на них разместил около двух с половиной миллионов страниц разных разных страниц товары видео ну как бы да яндекс неоднозначно с гуглом относится к нам потому что мы очень быстро и сделали очень много понимаешь и вот эта услуга только для тех кто платежеспособный и очень дальновидный то есть это тот кто не уйдет с рынка завтра а это сколько стоит для твоих клиентов мы будем делить цену 50 на 50 вот грубо говоря цена какая пройдет цена 50 будет твоих 50 будет моих хорошо понял я поставил цену 150 рублей почему я поставил цену 550 рублей страничка да потому что не пришли чтобы не мы не делали работу для того чтобы запускать и сорить мусорить в интернете мы можем их сделать мы можем весь ютуб грубо говоря повторить так-то да но зачем зачем нам создавать как бы дам много таких страниц по дешевой цене а уж если продать то продать дорого и конкретному человеку хорошему клиенту так скажем цену можно регулировать можно регулировать ее если он заказывает там 25 страниц ну соответственно по 500 каждая страница да да она дальносрочная длинная страница то есть ты ему даешь загружаешь эти все файлы в яндекс возможный google там ну как бы дав поисковики они все это видят и вот уже на протяжении года я вот уже год назад это сделал для себя мы занимаем пространство в интернете активно яндекс хорошо относится к тому что мы сделали но ты увидишь примеры я тебе скинул там как бы вот вот я тебе такую услугу тоже предлагаю предлагать андрюш ты меня извини я просто с таким продуктом сталкиваюсь впервые не буду как бы себя строить там человека продвинутого в этой область потому что судя по твоим словам это новый какой-то продукт и ну это нами придумано понимаешь это вами придумано тем более это прецедент это нужно очень четкое понимание как его подавать клиентам да да вот этот момент да 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 я как раз продажник и для меня вот именно вот эти моменты очень важны да вот допустим сейчас я буду разговаривать да с людьми я уже начинаю думать как выпадать этот материал то есть мы вам можем доработать сайт так писать видео нет смотри я тебе сейчас расскажу как этот смысл я не могу это делать вне другой системы то есть я приду сделал это сделал это на определенной системе она стоит допустим грубо говоря для одного сайта это разовый платеж там 250 долларов это разовый платеж платишь один раз купил эту систему то есть изначально человек должен заплатить за эту систему заплатил получил потом он должен у него должно быть имя сайта ну домен знаешь да там подкрепляется к этой системе располагается на его же хостинге все разовые платежи кончились потом включается моя работа то есть мои услуги я понимая о том что он работает в этом направлении в этой нише говорим мы с ним определяемся по количеству страниц я под это количество нахожу необходимое видео в разных источниках ну youtube рутуб яндекс видео вконтакте где там это видео находится согласно его же не нише да мы их выбираем и размещаем это на его же не на его же но на этом сайте он будет сто процентов правообладателем этого сайта где может разместить порядок установки рекламы баннеров ну то есть он будет полноценным управляющим этого сайта то есть ну как бы юрист юридически точки зрения все человек правообладатель это долгосрочно это не краткосрочные какие-то до яндекс к таким сайтам ежемесячный платеж если это сайт до 20 тысяч страниц то ежемесячный платеж за содержание будет где-то от трех с половиной до пяти тысяч рублей да да и он имеет сайт с количеством страниц 20 тысяч страниц но я говорю ты берешь видео там ну допустим ты берешь даже видео не принадлежащие ему понимаешь но грубо говоря там блогеров много в интернете вот я тебе скинул примеры я взял повторил там яндекс эфир допустим весь там я взял у яндекс эфира там сто тысяч страниц сто тысяч видео и разложил на своем сайте все я понял я понял понимаешь а вот другие ролики пожалуйста посмотри я немножко до сих пор немножко не могу понять такое количество страниц как это использовать ну в плане как коммерс коммерс это знаешь какой момент ты занимаешь сео пространство то есть название каждый видеоролик имеет свое название вот ты допустим в нише интернет провайдерство да допустим ты интернет услуги предлагаешь есть разные блогеры которые рассказывают про то что какой интернет лучше какой хуже где скорость кого как выбрать ну у них есть у каждого видеоролика свое уникальное название которое потом так или иначе попадает в поисковую выдачу гугла яндекса и так далее в разных поисковых системах правильно они же вылазят потом ты сделав таким образом закинув столько количество страниц этими видео к себе на сайт они со временем появляются и у тебя приходит трафик на эти страницы человек приходит не к тебе как к собственнику названия да там допустим ты называешься о там ну не знаю там знающий да а приходит именно на название а уже внутри странички ты сам для себя выстраиваешь дизайн ну и соответственно размещение на этой страничке любой той информации что ты там уже продаешь он в общем то пришел допустим на какой-то там какого-то блогера да там название его шне а в итоге внутри находишься ты со своими контактами где ты предлагаешь свои услуги понимаешь понятно ну да крутая идея мне просто осознать ее нужно нормально если честно я чувствую что-то это грандиозное такое просто мне нужно чтобы это уложилось все да вот ты приди на мои сайты и ты увидишь я тебе там скинул разные сайты разные с разными примерами и ты поймешь что в общем то это не мое но в итоге я там продаю себя также эту услугу можно предложить твоим хорошим крупным клиентам мелочь не рассмотрим даже цены мы всегда договорились с тобой понятно то есть мы за это получаем это получаем от клиента за каждую страничку 500 рублей которые мы там размещаем и мы ведем этот сайт ну и вначале он должен заплатить заплатить 200 250 долларов да ну это да это для того чтобы просто ну разовый платеж та система на которой мы все это сделали она платная поэтому ну нужно взять вот этот шаблон купить его а уже потом мы его сделаем заточим так как тебе надо в твоей нише допустим но все это касается только видео а тогда так договоримся я сейчас готовлюсь к встрече собираюсь в общем тема очень интересная мне просто ну извини придет надо тебе будет меня просвещить просветить на эту тему чтобы я просто понимал как это предлагать и кому это делать нам придется какое-то время там удивить чтобы ну извини я безграмотный в этом вопросе придется тебе немножко поработать в ликбезе ну вот я про это и говорю это очень актуально это просто можно брать таких клиентов таких клиентов где просто можно ну на раз собирать хороший чек при этом особо да ты как продажник предложишь просто правильно предложишь а я технические сторону выполню сделаю ему это поймаешь мы поработаем я поэтому тебе и накинул чтобы ты имел ввиду своих клиентам предлагать вот это потому что если ты работаешь крупными мы можем им дать хорошее качество хороший продукт нет я вот я вот тебя услышал и мне сейчас ты меня прям заинтриговал ну залезь ватсап увидишь все хорошо давай тогда вечерком созвонимся еще пообщать все мои интересные а и Продолжение следует...